Добрый день, уважаемые зрители! В нынешнее время можно назвать, наверное, порой битвы двух наногигантов демократии или временем постоянных встреч и свиданий. Господа Путина и Медведев ездят и постоянно с кем-то встречаются, с ассенизаторами, летчиками, учеными, говорят даже с бандитами. Так что это такое? Действительно ли это битва двух политических начал? Действительно ли это столкновение двух философий, подходов к будущему страны или все-таки это предвыборная борьба нанайских мальчиков? Об этом сегодня мы беседуем с заместителем главного редактора газеты «Завтра», многолетним ведущим рубрики «Служба безопасности. День». Потом табло Александром Нагорным. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Так, Александр, действительно, что же это такое? Что же получается? Вся страна смотрит, значит, увлеченно за вот этими встречами, вот этими поездками двух гигантов мысли русской. Что же за этим стоит? Действительно разница? Между ними есть разница? Или это фарс? Вы знаете, это можно охарактеризовать по-разному. Я бы сказал так, знаете, как политические обозреватели говорят, и да, и нет. Во-первых, почему возникла вот эта феерическая серия встреч с учителями, ассенизаторами, летчиками, механизаторами и так далее. Все это очень напоминает в советские времена. По форме, во всяком случае, пропаганда ориентирована на то, чтобы показать, что мы едины с народом, мы руководство, так сказать. Я и Путин, я и Медведев, условно говоря. И сориентировано это, естественно, на то, чтобы правильно впаять людскую массу в избирательную кампанию. И в избирательной кампании, значит, достичь цели, которые и так понятны, чтобы сохранить ту систему власти, которая сложилась за последние 20 лет. Теперь, что касается вашего вопроса, что это такое, и почему я сказал и да, и нет. Конечно, это две разные фигуры. Я хочу здесь процитировать нашего идейного супостата противника, но человек, который говорит интересные и правильные вещи, это главный редактор радиостанции, очень популярной «Эхо Москвы» Бенедиктова. Который сказал, что Путин – это порождение Брежневской эпохи и офицер того времени, который трансформировался в новой категории. А, значит, Медведев – это своеобразный отпрыск горбочевизма. Действительно, в этом очень много верного, потому что Путин со всеми, так сказать, его пропагандистскими, так сказать, трюками, очень удачными порой, действительно напоминает человека вышедшего из народа. А многословный и очень иногда неглубокий, а порой и всегда неглубокий Дмитрий Анатольевич, он во многом напоминает ликом Николая II, а, по сути дела, рассказами о светлом будущем Михаила Сергеевича. В этом есть разница, но это разница по форме. А вот, что касается, если мы перейдем к содержанию, содержание – это несколько другая вещь. Вот могу продолжить, могу подождать вашего следующего. Ну, в принципе, вы очень хорошо подвели к следующему вопросу, потому что, если посмотреть на программы, что Путина, что Медведева, ведь создается впечатление, что это две редакции, просто две редакции – это уже основной, базовой программы. Если посмотреть на ту экономическую часть их программ, что у Медведева – это Инсор, у Путина – это стратегия 2020, это Кузьминов, это Мау, это Ясин, примкнувший к ним, понятно, Евсей Гурвич, там, сказать, глава экспертной группы Минфина, они оба говорят о деиндустриализации, отказ вступления в ВТО, снятия всяких барьеров, отказ от протекционизма от защиты отечественного производителя и сведения на скроли средневого придатка, потому что Гурвич договорился для того, что вообще надо снять вывозные пошлины на нефть и отказаться от своей нефтепереработки, по сути дела. Что Путин, что Медведев, получается, дует в одну, дует, фактически второй шок, вторая гайдрономика. Можно я сделаю вам замечательно? Да. Мне кажется, наша аудитория не очень хорошо знает, кто такой Гурвич, кто такой Мяу или кто такой Мау. И в этом смысле, вот то, что вы сказали, это чрезвычайно очень близко к истине. Я считаю, что ни одно высказывание не является абсолютно истиной, но, тем не менее, мы подходим близко к истине. Если мы посмотрим на, так сказать, идейную команду Дмитрия Анатольевича Димы, как его в народе называют, то это так называемая Сколково, это Юргенс. Инсор, да. Инсор, да. Они выпустили целый ряд докладов, доклады, которые делают упор на идеологическую составляющую и даже в большей степени, чем на экономическую. А десталинизация и схема, так сказать, оплевывания своего прошлого, это их порождение, откуда они это взяли. Тоже можно легко, так сказать, провести эту линию. Это вещь, которая, так сказать, которая, в общем-то, задумана в либеральных кругах Западной Европы и Америки. И связана она с тем, что западники хотят тотального пересмотра Великой Отечественной войны. И вообще и только Второй мировой. И Второй мировой войны, при которой будет, так сказать, подогнана вся ситуация, что Гитлер и Сталин – это два исчадия ада, а, значит, Советская Россия, которая победила во Второй мировой войне, это вообще нечто такое же, как и нацистская Германия. Значит, нужно вычеркнуть сначала Советскую Россию или Советский Союз, как ее тогда называли, и идеологически подготовить смену вех в политическом будущем. А политическое будущее, оно заключается в том, чтобы пересмотреть систему Организации Объединенных Наций, закрыть Совет Безопасности и де-факто, значит, разложить систему по-новому для нового освоения в идеологическом плане. То есть это манкуртизация, если, значит, манкурты – это известное название для людей, потерявших свою память, и де-факто освоение русско-славянской и СНГ-овой территории вот этими, так сказать, новыми идеологическими типами. В этом смысле, я думаю, вот эта группа Инсора, она ушла вперед. А экономически они предлагают, вы правильно сказали, практически все те же вещи, которые заложены и в команде Путина, которую он сформировал совершенно недавно. Была сделана группа, состоящая из людей, как вы сказали правильно, это ректор высшей школы экономики совместно с академиком Ясиным, и главную скрипку там играет ректор Академии народного хозяйства при правительстве РФ некий Мао. Это человек, который очень близок к Гайдару и Чубайсу, и фактически он является проповедником вот этой новой экономической волны шокотерапии. И здесь я хочу перейти к более таким простым вещам, чтобы, как мне представляется, люди понимали, что же это такое. Мы сейчас определили, что ни команда Медведева, ни команда Путина идеологически по своему вектору ничем не отличаются. Но по темпам и по идеологизации они немножко разные. Но если бы я характеризовал различия между ними, то, скажем, команда Дмитрия Анатольевича предполагает скорейшую смерть, а, значит, команда Вадима Вадимовича – это несколько растянутая по времени. То есть, если, образно говоря, Медведев предлагает нас вешать, так сказать, с узлом, так сказать, за правым ухом, чтобы нам сразу переломало шею, когда табуретку выбьют, то эти повесят нас в железные мошенники, чтобы мы ещё подергались, так сказать, как канариса вешали. То есть, различия только в темпах этого шоковой терапии, а на самом деле в основе вот этот садизм по-прежнему один и тот же. Это социал-дарвинизм, вот этот либеральный садизм. Теперь, вы знаете, для того, чтобы нашей аудитории показать, что такое шоковая терапия на борту, номер два, мне кажется, надо просто рассказать об основополагающих шагах, которые, значит, эта команда Дум-Вират, кто бы из них ни был, предполагают ввести сразу после президентских выборов. И в этом смысле наиболее явные вещи уже зафиксированы. Они зафиксированы не только платформах-экспертах, о которых мы говорили, но фактически это зафиксировано в правительственных документах, в частности, в бюджете, который распланирован ведомством Кудрина на три года. И что же у нас получается? И здесь я хочу еще раз, может быть, обратиться к светлой памяти нашего, значит, идеологического противника Бенедиктова. Недавно он делал... Но пока еще не светлая память, нет? Нет? Ну, хорошо, да. Жду, вы поспешили. Недавно он делал замечательную совершенно беседу с представителем, по-моему, Комсомолки, КП. И в ней, кроме вот этих характеристик, которые я привел, различия, значит, между молодым руководителем и старым, он сказал очень интересные и правильные вещи. Я почему подчеркиваю и, так сказать, вытаскиваю высказывания Бенедиктова? Потому что Бенедиктов не просто главный редактор и не просто журналист, а, как говорят, персона, приближенная к... Государь-императору, отец русской демократии. Абсолютно верно. Очень-очень русской демократии. Но в данном случае даже не русской, а мировой демократии. Потому что ни одна радиостанция, ни одна газета, ни известия, ни ведомости не могут похвастаться, что, скажем, каждый министр иностранных дел, государственный секретарь, президент, который приезжает в Москву, тут же оказывается, так сказать, на эфи Москвы, и это и было. Картер, Никсон, Клинтон, значит, ну и т.д. и т.п. Я уж не говорю о европейских... Госсекретари там выступают, Кандализа Райс там была. Там были все, кто приезжал сюда. То есть это необычные станции, и это необычные, это квалифицированные очень люди, и они ведут себя очень, я бы сказал, напористо. Они, с одной стороны, являются как бы ответвлением Газпрома, но одновременно они, собственно, существуют самостоятельно, имеют свою денежную базу и де-факто функционируют очень успешно. Кто им дает эти деньги, неизвестно. Они говорят, что реклама, я думаю, что там есть. Еще может быть какая-то подпитка. Так вот, потрясающая по своей откровению беседа, где он сказал, что кто бы ни был, значит, Медведев или Путин, все равно в Кремле прекрасно понимают, что после выборов предстоит неизбежный поворот к шокотерапии для того, чтобы полностью реконструировать русскую, российскую экономику. И это будет чрезвычайно тяжелая ноша для населения. В чем эта тяжелая ноша заключается? Это я от себя уже прибавляю. Во-первых, предполагается провести дерегуляцию цен на углеводороды. Это значит, бензинчик у нас будет приближаться к европейскому уровню. Я боюсь, зашкалит. Ну, это мы еще должны проделать этот путь, потому что в Европе сейчас порядка 55 рублей литр. Ну, в разных странах колеблется. У нас пока это 25 и так далее. Значит, это удвоение. Значит, совершенно явно, что произойдет удвоение семейного бюджета на все так называемые ЖКХ расходы. Скорее не бюджет, а затрат. Затрат, да. Это означает, что, скажем, если семья сейчас платит от 3 до 6 тысяч за двухкомнатную квартиру, значит, они будут платить от 6 до 9 или до 10 тысяч, опять же, за свое, так сказать, проживание. Причем вне зависимости от того, то ли это в богатой Москве, то ли это в Урюпинске или в Караганде. Так? Что это означает? Это означает, что люди из Караганды, Урюпинска будут стремиться переехать в благосостоятельную Москву, где есть еще возможность как-то заработать. Здесь мы подходим к моменту средней заработной платы. Если, скажем, верить Путину, который недавно сказал, что у нас средняя заработная плата 21-22 тысячи на человека. И тут я хочу обратиться к одному из его блестящих выступлений. И когда он выступал перед учителями на прошлой неделе, была подобрана, в общем-то, аудитория нормальная, директора, люди из успешных школ. И вот Вадим Вадимович, когда он смотрел такими прямыми, ясными глазами на аудиторию и зачитывал им разные вещи о том, что реформа будет продолжаться, мы будем 15 миллиардов туда бросать, 17 сюда. А дальше произошел факт саморазоблачения. Помните, как с Воландом это было? Неожиданно он дошел до пункта, где он сказал, что сейчас у нас средняя зарплата у учителя 15 тысяч рублей. И зал загудел. Ну, надо отдать Вадиму Вадимовичу, он очень такой находчивый, рефлекторный человек. Он посмотрел на зал и сказал, ну, это как средняя температура по больнице. Он говорит, вот в некоторых там 20, ну, а некоторые получают и 5. На самом-то деле у нас учитель получает от 6 до 10 тысяч. Вот в чем все дело. И даже если они увеличат эту заработную плату, скажем, на 15-20%, то она будет полностью перекрываться теми затратами, которые существуют по линии ЖКХ, по линии роста цен на продукты, потому что никто не возьмется, так сказать, говорить о том, что инфляция или рост цен на основные виды продукты – это 6-7%, как фиксируется в бюджете. Ну, Саша, ну, ведь это же, простите, что, так сказать, немножко перебиваю, но это же элементарно. Если дорожает топливо, то по цепочке дорожает все. И ЖКХ, и, собственно говоря, продовольствие. Потому что даже по магазинам развозить… Конечно. Это значит, что фактически средний гражданин России будет всю свою зарплату отдавать на содержание своей квартиры. Но издевательство над населением здесь не заканчивается. На дерегуляции цен, на повышение, так сказать, социальной нагрузки. И издевательство продолжается прежде всего в том, что, значит, наши адепты западной модели развития, то есть два начальника, они еще хотят, и уже это принято, решение о том, что будет введена так называемая налоговая нагрузка на объекты недвижимости и землю. Вот здесь-то и порылась собака основная. Потому что, хотя будут, я так понимаю, сделаны какие-то скидки для людей наиболее малообеспеченных, но в значительной части, скажем, люди среднего дохода, они окажутся совершенно подвешенными за ноги к потолку. Потому что, скажем, если они предполагают вывести на западный манер, на американский или на западноевропейский, то получится очень простая штука. Когда, значит, оценка будет проводиться по так называемому коммерческому курсу стоимости недвижимости, да, условно говоря, там двухкомнатная квартира в Москве стоит порядка 8 миллионов, да, и они ставят 0,5 процента от 8 миллионов. Теперь посчитайте, что это будет такое. Но на этом ещё всё не заканчивается. Поскольку домик-то стоит на земле, то ещё можно впендюрить налог на землю. Разверстать на всех жителей дома, да. И дальше посмотреть, как эти, так сказать... Это что, 100 тысяч в год ты должен будешь отдать только за право жить в своей квартире? Ну да. И что у тебя дом на земле стоит. Да, да. Вот приблизительно в таком роде. Это мы говорим о людях, которые живут на зарплату 10-15 тысяч. Значит, для них это будет непереносимо. И естественно, что социальное недовольство, которое и так существует сейчас, да, она пойдёт, социальное недовольство пойдёт вперёд. И в этом смысле, я опять возвращаюсь к замечательному интервью Бенедиктова, он говорит, в Кремле это понимают, знают и готовятся. То есть... Минуточку. И как же готовятся? Нет, и раскрывает Бенедиктов скобки готовится. Он говорит, именно поэтому сейчас идёт такое массированное повышение зарплаты сотрудникам МВД, полиции, ОМОНа, и предполагается, что и военные тоже получат свой кусок пирога, чтобы иметь все инструменты для подавления вот этих социальных вспышек недовольства. Значит, если это говорит, простите, не сотрудник газеты «Завтра», который находится традиционно в оппозиции к режиму, а человек, который приближен даже не к Кремлю, а к нечто большему, значит, мы сидим как раз в преддверии вот этих всех событий. Теперь, если мы транслируем всю эту ситуацию на промышленности, сельское хозяйство, дальше мы берём «Инсор» или читаем вирши этого товарища Мяу, то мы увидим, что они фактически предусматривают не только вступление в ВТО, но и де-факто полную деструкцию отечественной обрабатывающей промышленности. То есть, исчезновение массы рабочих мест, где люди могли бы зарабатывать деньги, при том, что на них нагрузка и налоговая, и ЖКХ, и ценовая возрастёт. То есть, это в чистом виде геноцид. То есть, де-факто, значит, даже та часть машиностроительного комплекса, которая сохранилась, она есть и в рамках, так сказать, государственной собственности, и в рамках частной собственности, она фактически вся выпадает. И в течение трёх-четырёх лет, так сказать, страна должна быть переведена полностью на производство природных, так называемых, ресурсов для обеспечения Запада. Вы знаете, а я вас, пожалуй, даже и дополню, Саша. Совсем недавно был доклад, подготовленный Институтом общественного проектирования эксперта, который говорит, в нынешней ситуации, вот после 20-летней постсоветской деградации, на экономику Российской Федерации, уродливо, так сказать, смещённая к Москве и к Питеру, уродливо сырьевая, может прокормить не больше, ну, на нормальном уровне, не больше, чем 25% граждан. 75% – это балласт. У них, им нет места, они не могут получить достойную зарплату. То есть, эта ситуация не только консервируется, она усугубляется. То есть, лишнее население, получается, подвергается, независимо от того, кто победит в 2012 году, какой из наногигантов, начинается с чистка лишнего населения. Я могу дополнить, что это, простите, это сброс явно социальных обязательств по медицине, по здравоохранению, они явно… И по образованию. И по образованию, фактически, введение платности, недоступность здравоохранения, недоступность образования. Остальную эту массу, как мы знаем, в 90-е годы, когда был первый гайдаровский шок, мы потеряли, вот как сейчас по счётам Игоря Гундарова, из-за избыточной смертности, 13 миллионов. Мы не считаем неродившихся, тех, кто мог бы родиться, это чистая смертность, 13 миллионов. Это стоимость шоковых реформ последующего застоя путинского. Значит, второй гайдаро-шок, ну, без гайдара уже второй шок, уже в исполнении кого-то из этого тандема, ну, это ещё, считайте, наверное, 15-20 миллионов. Потому что будет тяжелее, потому что вот то, что вы говорите, то, что обрисует тот же Бенедиктов на Эхне Москвы, то, что обрисуется в планах вот этих идеологических, экономических штабов обоих кандидатов, это ведь тяжелее, чем гайдаро-щина. Да, вот тут возникает, конечно, вопрос. Население в социальном плане выдержит оно, так сказать, вторую волну шоковой терапии? Или, скажем, не выдержав, оно социально отреагирует? Во всяком случае, конечно, условия складываются, но и в этом смысле, конечно, одна из главных задач Кремля состоит в том, чтобы манипулировать общественным сознанием таким образом, чтобы не было так называемых выжаков-лидеров. Поэтому ведётся очень такая плотная работа со всем политическим спектром, чтобы это вычистить. Понимаете, подготовка вот идёт в таком направлении. Теперь, если говорить о будущем, то будущее, оно всегда приходит внезапно и приходит не с той стороны. И в этом смысле все расчёты кремлёвских товарищей и, скажем, их кураторов или их руководителей, они могут быть поставлены и под вопрос, и просто сметены стремительным поездом исторического процесса. В чём это заключается? Это заключается в том, что может настать вторая волна мирового глобального финансового кризиса гораздо быстрее, чем всё то, что придумали наши кремлёвские умники. Понимаете? Есть расчёты по-разному показывающие ситуации в финансовой сфере с американским долларом и с европейской валютой. И она развивается абсолютно независимо от того, что сделается здесь. Ведь я забыл сказать, что одним из инструментов, так сказать, убиение своей экономики, но и населения, это является Центральный банк Российской Федерации, который вместе с Министерством финансов выводит ежегодно огромные массы валюты, которые заработаны, так сказать, страной на природных ресурсах, за границу. Как вы знаете, размещаются они в бумаге и государственные облигации Соединённых Штатов, и европейских, blue chips и так далее. Но самое интересное заключается в том, что если вот это будущее придёт внезапно, то что произойдёт? Произойдёт крушение из-за несоответствий мировой финансовой системы, прежде всего в американском его раскладе. И связано это с тем тупиком, в котором сидят американцы. Если это так, то массовые разорения, которые произойдут сначала в Америке, а потом в Европе, снизят резко потребности в углеводородах. Значит, падёт цена на нефть, она будет, не знаю, может 50, может 40, может 30 долларов. Значит, прибытки, за счёт чего может спекулировать и, так сказать, безумствовать наше руководство, то есть, за счёт того, что поставляются природные ресурсы, прежде всего, она исчезнет. Точно так же, как исчезнут те деньги, которые переведены в резервный фонд, фонд будущего поколения и т.д. И тогда они столкнутся с реальной ситуацией, кормить население. А как? Так они друг с другом передерутся. Поросят много, а коры-то резко уменьшатся, моментально. Да, да, но, может быть, передерутся, может, не передерутся. Но, главным образом, если с этой стороны приходит новая волна, эта волна может прийти уже осенью, а может быть, даже летом этого года, то все расчёты на, вот то, что я рассказывал, на 2012-2013 год, когда они хотят нанести удар по населению, и за счёт населения фактически решить свои проблемы и продолгать систему вывода капиталов и приватизацию, мы забыли поговорить о приватизации, как они её хотят осуществлять, то всё ломается. Всё ломается. И ломается ситуация расчётов, которая осуществляется в Кремле, и ломается ситуация мировых сценариев, никто не знает, что будет. Потому что, де-факто, этот кризис, он будет гораздо жёстче и глубже, чем кризис 1929-1932 года. Александр, вы знаете, я думаю, что мы вообще сегодня делаем скорее заявку о передаче о будущем кризисе и будущем шоке номер два. Вот я здесь с вами совершенно согласен, тема не получасовая, гораздо более, так сказать, сложная. Я с вами согласен, что шока не готовят по полной программе. Можно спорить о том, когда будет удар мирового кризиса. Вот на 2014 год мои знакомые, очень хорошие институт прикладной математики, относят его. В любом случае, удар с вами согласен, мировой удар будет. Он может опередить планы наших наногигантов демократии, там, 2012 года. Вот. И сейчас, наверное, самое главное – это противостоять этому сценарию. Ведь они его всё равно будут воплощать. Да. В чём действие? Даже считать, что Путин меньше злой по сравнению с Медведевым. Ну, что, вот он сейчас выдвигает эту обманку, новый пятилетний план, это будет чистая профанация, мы с вами это понимаем, агентство стратегических инициатив, которое уже над всеми, уже все смеются над этой, я знаю, пустышкой, над этим блефом. Главное, чтобы войти во власть и осуществить эту шоковую терапию. И я в связи с этим всё-таки хотел бы сделать не то, чтобы такую ремарку, что сейчас нужно ставить на… попробовать сформировать некий субъект стратегического действия из национального производительного капитала. Ибо власть наша не выражает интересы национального производительного капитала. И сейчас его надо попробовать мобилизовать на борьбу со вторым шоком, потому что, как и первый шок, он будет уничтожать промышленности. Наши реформаторы вообще ненавидят промышленность, как такую социалистическую, капиталистическую. Тогда они социалистическую уничтожали, сейчас они будут уничтожать, я боюсь, и вот сейчас нынче выжившую и каким-то образом, вопреки им появившуюся промышленность. И вот надо воспользоваться тем, что есть класс, который идёт под нож, у этого класса есть некие возможности, надо попробовать сложить из него субъект стратегического действия и, в общем-то, простроить связи между национал-патриотами и этим классом. Вы как смотрите на такой субъект, на такой союз? Я думаю, конечно, это желательная цель, хотя сделать это чрезвычайно сложно, потому что люди в разных регионах эти существуют. Существует вообще крупный заряд антирежима в образованных кругах. Если вы посмотрите на голосование последних, так сказать, месяцев, лет, то города-миллионники, где сосредоточена научно-техническая интеллигенция, рабочие, люди, так сказать, квалифицированных профессий, практически все голосуют против «Единой России». Там, конечно, идёт сфабрикация, но де-факто, значит, есть вот этот слой, есть слой бюрократов среднего звена, которые тоже понимают, что происходит. Есть в конечном счёте и производительный капитал, который тоже сидит на местах и просто у него глаза разбегаются. Значит, вот каким образом это всё сделать, это вопрос как бы не нашей сегодняшней беседы, но это, конечно, необходимая цель в рамках избирательной кампании. Конечно, это можно делать и надо к этому стремиться, причём не ограничивать контакты ни с кем, то есть с любыми партиями, с любыми, за исключением, конечно, «Единой России» и правого дела. И в этом смысле так или иначе надо готовиться к этому часу Че, когда всё будет решаться на улице. Спасибо, Александр. Будем считать, что мы поставили сейчас заявочные столбы. На продолжение тем, ждём вас непременно, так сказать, через какое-то время мы продолжим эту беседу, потому что она крайне актуальна и касается уже жизни каждого из нас, чтобы потом не пришлось собирать белеющие косточки. И вам, дорогие наши телезрители, огромное спасибо. Оставайтесь с нами. С вами был Нейромир ТВ, телевидение волевых, несловленных, главное, думающих людей. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин